У жителей Приморья появилась возможность узнать фронтовую судьбу погибших или пропавших в годы Великой Отечественной войны родственников. Желающим узнать, где проходили службу и в каких сражениях участвовали их предки, нужно оставить заявку на странице всероссийского проекта «Судьба солдата онлайн». Сбор информации ведут активисты поискового движения России. С учетом эпидемиологической ситуации многие поисковые работы, в том числе связанные с выездом, с раскопками, приостановлены. И поисковики России решили все свои силы, знания, умения направить на помощь родственникам, которые не могут найти и восстановить судьбы своих умерших, погибших или без вести пропавших родных. Для участия в проекте «Судьба солдата онлайн» нужно заполнить анкету на сайте. В ней требуется указать всю известную информацию, в частности, имя и фамилию солдата, место и год призыва, последнее место службы. Обязательно следует уточнить свои контакты и телефон, электронную почту, чтобы добровольцы могли связаться с заявителем и передать ему собранные сведения. По данным, указанным в заявке, добровольцы постараются восстановить весь военный путь пропавшего родственника. Режим самоизоляции нам позволяет немножко побыть дома и повнимательнее поискать свои архивы, поспрашивать своих родных и максимально составить полную заявку на поисковые работы. Проект «Судьба солдата» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. В канун Дня Победы в 85 регионах России были открыты 120 стационарных и мобильных общественных приемных по сбору заявок на поиск информации об участниках Великой Отечественной войны от их родственников. На данный момент получено более 4000 заявок. Олег Завьялов, Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok